Делали только год назад вот этот ремонт. Это все у нас сгнило. Проблемы снизу. Жильцы бывшей коммуналки годами терпят смрад и сырость. Полы, стены и потолки мокрые постоянно. Плесень украсила буквально все квартиры. Сырость идет, вот она вот. Вот прям вот сырость идет отсюда, вот снизу, с подвала. За сухую и уютную жизнь в своем доме его обитатели борются больше 10 лет. Пока безрезультатно. Собирала подписи жильцов о состоянии подвала нашего, что у нас он стоял в воде, полностью в воде. И вода при том была горячая одно время, полтора года стояла. Капитального ремонта, говорят жильцы, дом не видел более 30 лет. Стойкий запах в квартирах и подъездах далеко не самое большое неудобство. Многие родители сейчас всерьез обеспокоены здоровьем своих детей. У нескольких обнаружились признаки туберкулеза. И не только мои, и у соседей положительные, у всех практически мы в минном поле живем. Во всех бедах люди винят управляющую компанию «Западный один». Деньги за коммуналку вроде платят исправно, а улучшения нет. От руководителя, по иронии судьбы, с фамилией Негодяев приходят одни отписки. У нас уже даже возникает такая мысль, что может быть Негодяев заключил договор с ритуальным агентством, чтобы заживо нас похоронить здесь, в этом же подвале. Ну, цель такая, наверное, что все-таки списываться будет за наш счет, сколько он списывает. Если он ступеньку, которая стоит 3000 рублей, списывает за нее 30 тысяч. Такие большие траты коммунальщики объясняют возросшими ценами на рынке стройматериалов. На сторону, уверяют в управляющей компании, не уходит ни одна копейка. И даже предлагают жильцам поучаствовать в составлении сметы на капитальный ремонт. По текущему ремонту тоже тариф должен быть жильцами самим утверждаться, но с пониманием. И можно, конечно, принять тариф 20 копеек с метра квадратного. Но, извините меня по нашим сегодняшним ценам, что можно сделать на 20 копеек в таком корабле. Жильцы, между тем, уже привыкли справляться самостоятельно. У кого есть возможность, перестилают полы, чаще делают ремонт. Кто-то старается продать квартиру и переехать. Однако это не так просто. Адрес Конституции 1.2 известен всем, поэтому жилье в этом доме самое дешевое. Екатерина Тихоненко, Вадим Нечаев. Наше время.